Итак, Савченко обменяли на двух граждан России, Александрова и Ерофеева, которых в Украине назвали бойцами ГРУ и осудили по статье «терроризм». Сами осужденные то признавали себя кадровыми служащими российской армии, то объявляли себя безработными. Официальная Москва признавать Ерофеева и Александрова действующими офицерами ГРУ последовательно отказывалась, потому родина встречала их без особых эмоций. Собственный корреспондент РТВА в России Николай Старобахин с подробностями. В Москве обмен Надежды Савченко на Евгении Ерофеева и Александра Александрова восприняли достаточно спокойно. Это в Киеве возвращение Надежды вызвало торжественную встречу, ликование и выступление в президентском дворце в российской столице. Ерофеева и Александрова встречали по-военному строго. Достаточно сказать, что в аэропорт, куда приземлился самолет, с Ерофеевым и Александровым упустили журналистов только трех телеканалов центральных. Более того, этим журналистам запретили задавать какие бы то ни было вопросы. И это как нельзя лучше характеризует тот контраст, который был между встречей сегодняшней в Киеве и встречей в Москве. Надо отметить, что переговоры по возвращению Ерофеева, Александрова и Савченко продолжались довольно долго и сложно. Их судьба решилась вчера ночью, когда в телефонных переговорах глав четырех государств России, Украины, Франции и Германии в так называемом нормандском формате решилась судьба осужденных с двух сторон. Тогда же и было принято решение, что процесс обмена произойдет в так называемом формате взаимного помилования, когда Путин помиловал Савченко, а Порошенко помиловал Ерофеева и Александрова. Впрочем, для российского зрителя сегодня показали совсем другую картину. Владимир Путин встретился с вдовами погибших журналистов, теми самыми в убийстве которых и обвиняли Надежду Савченко. Это те самые женщины, которые присутствовали на процессе против Надежды Савченко и тогда требовали для нее максимально жесткого наказания. И вот сегодня Владимир Путин, к удивлению многих, и, видимо, к удивлению этих самых женщин сказал, что это они, вдовы, попросили его, Владимира Путина, помиловать Надежду Савченко. 23 марта вы встречались с Виктором Владимировичем Надведовичем, и тогда по результатам этой встречи обратились ко мне с просьбой о помиловании Савченко, которая осуждена российским судом. Я сейчас не буду возвращаться к той трагедии, в результате которой вы потеряли своих близких. Хочу вас только поблагодарить за эту позицию и выразить надежду, что подобные решения, продиктованные прежде всего соображениями гуманизма, приведут к уменьшению противостояния в известной зоне конфликта. Эта сцена как нельзя лучше характеризует отношение Кремля к сегодняшнему обмену. Российские власти, похоже, сами пока не придумали, как это событие подать как свою политическую победу, поскольку сами, похоже, считают, что это политическое поражение для России. Слишком уж долго пропаганда российская убеждала всех в стране, что Надежда Савченко преступница, что она убийца, что она убила журналистов. И вот так вот повернуть за один день эту машину в другую сторону очень сложно. Неудивительно, что многие из экспертов, которые поддерживали заключение Надежды Савченко под стражу, сегодня не могут сказать, что они довольны тем фактом, что Надежда Савченко выходит на свободу. Впрочем, есть и те из экспертов, поддерживавших заключение Надежды Савченко под стражу, которые считают, что и выход Савченко на свободу – это сильный ход Владимира Путина, сильное решение российского президента. Этот обмен свидетельствует о силе Российской Федерации, которая при всей озлобленности информационной со стороны Украины, которая обвиняет Россию в агрессии против нее, старается быть выше. На уровне общественной дипломатии говорит о том, что при возможности нужно искать формы и точки соприкосновения для того, чтобы установить добрососедские отношения. Впрочем, большая часть экспертов, вне зависимости от того, поддерживали ли они заключение Надежды Савченко под стражу или нет, убеждены нынешние решения, безусловно, выигрышные для Москвы. Во-первых, у западных партнеров теперь будет на один повод меньше критиковать Россию. Во-вторых, в Москву вернулись Ерофеев и Александров. Несмотря на то, что Россия не признала то, что они были бойцами ГРУ, тем не менее, очевидно, что они российские граждане. Очевидно, что они, по мнению Москвы, были осуждены в Киеве незаконно, и вот теперь они возвращаются на родину. Ну и, кроме того, можно говорить, что это решение, возможно, сумеет повлечь за собой некое улучшение в отношениях между Россией и Западом. Я думаю, что выиграли от этого все. Российское общество, российские граждане от этого выиграли, потому что мы хотим иметь нормальные отношения с Соединенными Штатами, с Европой. И мы считаем, что именно российское государство сделало много ошибок за последнее время, и оно должно в конце вернуться в русло международной политики. Кроме того, нужно отметить еще один фактор, фактор надежды Савченко. Если в последние несколько месяцев она была головной болью для Кремля, то теперь многие российские эксперты уверены, она станет головной болью для Киева. Все-таки на Украину возвращается сильный лидер, популярный лидер, при этом известный своими радикальными взглядами. И без сомнения, появление Надежды Савченко наверняка изменит политический расклад сил на Украине. И многие российские эксперты, политики и политологи встречают это известие с некой радостью. Хотя очевидно, что политика Украины по отношению к России после возвращения Надежды Савченко, если и изменится, то явно не в лучшую для Москвы сторону. Это был Николай Старобахин из Москвы.